Если вы хотите качественно пополнить ваш словарный запас в английском языке, просто зубрёжкой тут не обойдёшься. Поэтому в этом видео я вам расскажу про самые эффективные способы пополнения вашего словарного запаса и запоминания новых слов. Номер один. То, о чём вам стоит задуматься, это контекстуальное изучение слов. Что это значит? Слова в контексте. Вы смотрите что-то, читаете что-то, нашли, увидели что-то, кто-то что-то сказал или написал, незнакомое слово там вам попалось, вы не торопитесь изолировать только это слово, его куда-то себе переписывать, делать скриншот, в заметки себе закидывать. Возьмите целое предложение. Почему? Потому что в этом предложении, номер один, вы можете видеть, как это слово функционирует в целом и как оно используется, в каком контексте оно используется. И плюс ещё иногда, если ты источник, в котором много разговорного, натурального английского языка, например, как reality TV, то вы можете просто взять и украсть это целую фразу, целое предложение. Поэтому здесь вы не только ещё изучаете новые слова, вы ещё видите на живом примере, как это слово применяется. Когда вы, например, в учебнике в каком-нибудь проходите какую-то лексику, там всегда даются примеры. Поэтому, когда вы это делаете для себя, без учебника, не забывайте примеры. И иногда будет происходить такое, что в одном предложении есть два-три незнакомых слова, это ещё лучше. Тогда у вас одно и то же предложение, несколько разных слов, но обязательно с примерами, чтобы вы понимали, в каком контексте это используется. Потому что вы знаете, что одно и то же слово может иметь слегка разные значения в зависимости от контекста. Поэтому в контексте очень важно. Следующее это создание ассоциаций или ассоциативное мышление. Когда вы изучаете новые слова, делайте связь или создавайте для себя связь между этим новым словом и чем-то, что вы уже и так знаете. Это могут быть какие-то другие слова. Например, если вы уже знаете слово convince и вы выучили слово persuade, мне кажется, я всегда использую этот пример, то вы можете их спокойно объединять вместе в вашей голове. Или, допустим, это такие слова, как decision и choice. Вы свяжете их вместе, потому что они довольно-таки похожи, но у них есть одно различие. И вот именно этим это поможет вам запомнить, потому что вы об этом думаете. Чем больше вы об этом думаете, тем лучше оно запоминается. Также для всех тех, у кого очень сильно развита способность визуализации, то неплохо еще рисовать картинки для себя. Например, вы выучили слово apple, и представьте себе в голове прям такое большое, сочное, красное яблоко. Может, как в мультиках из него торчит червяк. А может быть, вы представили новый блестящий айфон, потому что это тоже apple. Не важно что. Но я вам скажу одно, чем ярче и детальнее, и необычнее ваша иллюстрация в голове, тем легче запомнить. А вы знали, что у нас сейчас действует очень крутая акция? Покупаешь два курса и получаешь третий в подарок. Доступ на это все дело дается на целый год. Поэтому вы можете ожидать, что через год вы ваш английский просто не узнаете. В хорошем смысле. И смотрите, какие у нас есть варианты сетов. Слово сет в английском языке это как набор. И у нас есть такие наборы. Например, если вы совсем-совсем новичок, то сперва у вас такой курс. От нуля до базового уровня. И это курс, в котором все самые первые шаги в английском языке вы сделаете вместе с нами, чтобы в дальнейшем было проще учить. После этого вы переходите на курс-челлендж от Elementary до Intermediate, где эта база закрепляется и строится еще больше фундамента. И в подарок получаете третий, наш самый топовый, самый популярный курс от Intermediate до Advanced, где вы продолжаете строить ваш небоскреб все выше и выше. Второй сет это базовый сет, где вы начинаете от Elementary до Intermediate, потому что вы уже знаете базу. Потом вы переходите на от Intermediate до Advanced. И потом третий курс-подарок. У вас есть выбор между от Advanced до Proficiency или мой курс чит-коды произношения. Ну и третий сет это продвинутый уровень, где вы начинаете с Intermediate до Advanced, потом переходите на от Advanced до Proficiency и в подарок вы получаете чит-коды произношения. Воспользоваться этой акцией, записаться на эти курсы, в этих сетс, в этих наборах и узнать больше информации обо всем этом вы можете по ссылке в описании под этим видео. Номер три. И тут, мне кажется, многие не захотят это делать, но я как человек, который через это прошел, я вам обещаю и гарантирую, что этот прием один из самых сильных и самых эффективных. И это введение дневника на английском языке. Дорогой дневничок, сегодня Бурундук спросил, как меня зовут. Я сказал, что Джо. Теперь эта ложь будет преследовать меня вечно. И, окей, окей, не обязательно, не обязательно. Dear diary, Today I'm so sad, because... Не обязательно так. В дневнике не обязательно писать какие-то ваши чувства, эмоции, когда вам грустно или что-то еще. Вы можете писать в дневнике что угодно. Главное это делать регулярно. Вы можете писать какие-то планы на следующий день, планы на этот год, планы на что-то еще, что вам нужно сделать, что вы хотите сделать. Не важно, не обязательно. Это не должно быть такое банальное, прям, ведение дневника. Если вам это не нравится, не обязательно. Но если вам это нравится, я очень рекомендую. Потому что, с другой стороны, делиться своими сокровенными чувствами, эмоциями, тайнами и желаниями, это то, что помогает нам создать вот эту вот связь с английским языком, которая идет чуть глубже, чем просто изучение. Я студент. Таким образом, вы улучшаете не только ваше письменное владение языком, вы еще тренируетесь, как формировать и выражать эти мысли на английском языке в целом. На этом этапе у вас уже есть выбор дальше, говорить это или писать это. Но вот этот вот процесс, он развивается и так, и так. Поэтому такое более или менее спонтанное письмо на английском языке помогает вам еще и прокачать ваше говорение. Ну и плюс, как мы говорим про новые слова, вот вы выучили, допустим, сегодня новое слово или парочку, вы их себе, до того, как вы начнете в дневнике вот писать что-то, вы выпишите их себе сверху, чтобы они были там, на той же странице. И ваша задача сегодня воткнуть эти два слова или сколько в то, что вы пишете, неважно как, если вам даже насильно нужно изогнуть, поменять контекст, чтобы это слово туда вошло. Это, как знаете, небольшой челлендж вы делаете для себя. И это дает вам еще один, причем не просто какой-то один, на супермощный дополнительный аутлет для практики английского языка и, соответственно, нового вокабуляра, которым вы стремитесь овладеть. Следующее, если вам не с кем поболтать, бывают такие моменты иногда. Мне есть с кем поболтать почти всегда, но у меня тоже иногда бывают моменты, когда мне не с кем поболтать. И поэтому, не стесняйтесь, вы можете использовать чат-боты или, ну, нейросетевые, искусственно-интеллектные, интеллектуальные. В общем, AI вы можете использовать, чтобы практиковать английский язык тоже, потому что с чат-джи-пи-ти вы можете болтать, ну, как практически с человеком. И я вам сейчас продемонстрирую. Например, новое слово, которое сегодня я выучил, это слово... Боже мой. И хочется и сложное, и простое одновременно слово. Допустим, допустим, это глагол maintain. Я выучил это слово, я знаю, что оно значит, оно значит поддерживать что-то в таком же состоянии, в каком оно и есть. И я сейчас буду стремиться это слово практиковать с моим другом, которого зовут чат-жпт. Поехали. Hey, what's going on? How you doing? Hey, I'm doing great. Thanks for asking. How about you? How's everything going with your YouTube channel and TOEFL prep course? I'm very confused as to how you know that, but everything is going great, I guess. But it is a little difficult to maintain because I have so much going on. I'm just very confused as to why nobody told me that it's very pricey to maintain your vehicle. Yeah, the costs can definitely add up quickly. Between regular maintenance, unexpected repairs, insurance, and fuel, it can get pretty expensive. Are you dealing with a specific issue right now? No, nothing specific. I just, I've been so busy lately that it feels like it's hard to maintain my life. I get that. Balancing everything can be overwhelming sometimes. Have you had a chance to take a break or find some time for yourself? Yeah, here and there, but it's difficult to maintain a busy schedule and also find time to take a break. It's definitely a challenge. Maybe finding small moments during the day for quick breaks could help. Even a few minutes to relax can make a difference. How have you been managing your schedule? What does it mean to relax? Relaxing means taking time to unwind and ease your mind and body. It could be anything that helps you feel calm and recharged, like reading a book, going for a walk, listening to music, or just sitting quietly for a few minutes. What activities do you find enjoyable or soothing? What does it mean when you say soothing? When someone says soothing, they're usually talking about taking legal action against a person, company, okay, okay, it's not important. In general, you understand, he didn't hear me. But yes, I've already told you how I had a whole dialogue with the artificial intelligence and he was quite natural. Which is very scary. The only advice I can give you is not to be not to be rude, not to be rude. Потому что, ну, в будущем, когда они, возможно, начнут захватывать планету, они это вспомнят, что вы очень тепло и добро к ним относились. Следующее, это то, о чем я немножко уже говорил, когда я говорил про ведение дневника, но это эмоциональное обучение. Когда мы учим английский язык, нам очень сложно выйти из этого режима, студенческого режима. Я студент, я учу, как говорить, и мне нужно знать, как говорить, грамматику, отвечать на вопросы, бла-бла-бла-бла-бла. Но мы часто забываем про наши мысли, эмоции, чувства и разные вещи. Потому что, когда вы создаете не только ассоциативные связи, но еще и эмоциональные связи с этим языком, это одно из самых просто сильных инструментов и приемов из всех, что могут существовать. Поэтому, если вы проходите, например, и изучаете слова, связанные с чувствами и эмоциями, joy, например, вы изучаете слово joy. Окей? Joy значит радость. Вспомните момент, когда вы в последний раз чувствовали joy. Вспомните, представьте его и даже в ваших заметках запишите, когда мне подарили новый телефон, например. И прям пишите это рядом с словом joy. When I got a new phone. Все. То есть, не обязательно отказываться от определений, примеров. Нет-нет-нет, вы просто добавляете еще категорию. Если это применимо, как вы это делаете. Subway, если вы изучаете слово, это не про эмоции вообще. То вы еще можете написать рядышком. What I take to work. Every day. Бам. То есть, это уже не эмоциональная, это ассоциация больше, но с эмоциональной это тоже работает так. Ну и последнее, о чем могу вам сказать, это то, ну, о чем я знаю довольно-таки много, но для меня лично это не особо работает. Есть различные мнемонические техники запоминания на научной основе. Например, один из самых популярных методов это дворец памяти. Когда вы всю информацию укладываете у себя в голове, не просто так она летает у вас там, а у вас есть целый дворец. И в этом дворце есть разные, там, западное крыло, восточное крыло, там есть разные комнаты. И вы в разные комнаты закладываете разную информацию, которую вы пытаетесь запомнить. И если для вас это работает, попробуйте, это довольно-таки неплохо. Я знаю людей, кто пользуется этим, и у них все очень хорошо. Для меня это не работает, потому что я забываю, в какую комнату я что засунул, как и в реальной жизни. Поэтому мой мозг так не устроен. Но если вам это помогает, то ради бога. Есть еще другие различные методики на этой основе. Вы можете заресерчить их, заресерчить. Вы можете их поискать информацию, найти их и попробовать разные, которые вам могут помочь. Ну и все это я говорил, чтобы подвести к самому главному. Изучение вокабуляра в английском языке, так же, как и грамматики в целом, это многоконтактная система. Что это значит? Это значит, что до того, как вы, то есть не до того, а после того, как вы это слово с ним ознакомились, нашли его, поняли, как его произносить, и поняли, что оно значит, и посмотрели первый первоначальный пример. Это только один контакт. Вам нужно законтачить с этим словом много раз, чтобы это слово действительно уложилось. И эти контакты, они как раз-таки довольно-таки неплохо совпадают с четырьмя способами использования английского языка. Чтение, слушание, listening, письмо и говорение. Вам нужно контактировать с этим словом как можно больше или стремиться это делать в этих различных четырех стихиях. Вы это слово узнали? Окей, теперь вам нужно его сегодня сказать как можно больше раз, но не просто сказать это слово joy, joy, а в разном контексте, естественно. Потом вам нужно написать его. Сообщение кому-то пишите. Пишите что-то, когда дневник ваш ведете. Потом вам нужно его, ну, это не гарантированно, но вам нужно поставить себя в позицию или в положение, где вы можете услышать это слово и прочитать это слово несколько раз. И чем больше разных контактов с этим словом или грамматической конструкцией вы проделываете, тем быстрее оно запоминается. Потому что слова учатся в действии, в экшене. И вам нужно создать для себя этот экшен. И когда вы контактируете с этим словом, это всегда экшен. Это не просто, окей, вы сидите, вот тетрадь кос перед глазами, joy, 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 joy. Вы можете сидеть зубрить, joy, joy, но это один контакт только. Это только один контакт. И вам нужно больше. Ну и вот и все, дорогие друзья, с вами был Веня Пак. Как всегда, вы на канале Никвитрип ТВ. Не забывайте подписываться. Если это видео вам понравилось, еще поставьте лайк. И у меня для вас еще есть парочку видео, которые, я уверен, вам очень понравятся. Спасибо большое. Мы увидимся в следующий раз. Bye.